нехороший день 17 июля для как мы его называем залесье то как говорил один украинский классик в том и вся керченский или как они его называют крымский мост то как сейчас принято говорить отрицательно набрал высоту не имеющий аналогов мире су-25 и если с мостом вроде как все понятно уже из каждого залезского утюга свистят что это были якобы украинские беспилотные дроны то самолетом все ломают голову что случилось но здесь с нашей профессиональной точки зрения на самом деле все как раз таки просто упал потому что был тяжелее воздуха согласно законам физики но не об этом сегодня о том что таки родил дедушка байден разрешение начать обучение украинских пилотов на f-16 и даже типа были названы сроки соединенные штаты америки позволит европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях f-16 об этом заявил советник по национальной безопасности сша джейк саливан комментируя сообщение о том что партнеры ожидают официального одобрения от вашингтона он уверяет что штаты не откладывают обучение украинских пилотов пишет cnn да мы это сделаем президент дал зеленый свет и мы позволим поддержим будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того чтобы украинцы начали тренироваться на f-16 как только европейцы будут готовы сказался ли вам по его словам европейским лидерам нужно несколько недель для подготовки тренировочных возможностей а сша вложится в любой установленный ими график соединенные штаты не будут задержкой в обеспечении того чтобы эти учения на f-16 могли начаться добавил он в общем друзья как говорят наши пи снега арны и нова будет как было в истории с танками между германией сша кто первый моргнет самолеты с украинскими пилотами обслуживанием по по счетам наших военных будут в украине где-то в марте месяце следующего года и это очень долго они нам нужны были еще за полгода до контрнаступления и знаете что друзья у нас лично да и не только у нас создается стойкое впечатление что неумышленно все так затягивают сша европу вообще устроил бы минск 3 а позже 4 типа чтоб все стало как было до 24 февраля 22 года тихо мирно выборы байден на второй срок газ подешевле и никаких тебе проблем они в над украину не пригласили после окончания войны из-за трусости благо украина сама взялась имитировать реформы вместо их настоящего проведения поэтому удобный для отмазки повод нашелся сам вот только так как они на западе хотят не будет не зря же мудрый винстон черчилль когда-то сказал если страна выбирая между войной позором выбирает позор она получает и войну и позор а сша и европа пару дней назад выбрали именно позор так что как у нас говорят дали буду поэтому друзья подписываемся на этот и на наш новый второй резервный канал по первой ссылке подведя на который мы хотим через пару месяцев перенести наше творчество вошлось этот канал загнулся в плане просмотров и подписчиков скорее всего из-за бага алгоритмов ставим и там и там пальцы вверх и колокольчики и будет вам как мы любим говорить огромные зачетища и плюсы к вк